В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Три человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП под Вятскими полянами. Там неопытный водитель 99-й врезался в дерево. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Авария произошла в четверг ночью на девятом километре дороги Красная Поляна-Виноградова. По предварительным данным ГИБДД, 19-летний, трезвый водитель 99-й не справился с управлением. Машина выехала за пределы дороги и врезалась в дерево. В итоге три человека получили травмы. Это сам водитель, а также два его пассажира. 26-летней девушке понадобилась госпитализация. Готовились к погоне за 14-й сотрудники ДПС и активисты ночного патруля на улице Сдержинского. Это была та самая лада, на которой подросток Илья Рычков недавно уезжал от инспекторов. Впрочем, на этот раз за рулем авто оказался другой бесправник, его приятель Максим. А он вас научил бы справить ездить? Нет. А почему вы сами ездите? Ну, еще не такое. А? Почему не такое? Привет, привет. Погоди, братан. Теперь Максима будут проверять при каждом случае, когда он поедет мимо инспектора. На него составили протокол за езду бесправ. Досталось и Рычкову, ведь 14-ю отправили на штрафстоянку. И теперь Илье будет не просто ее оттуда забрать. В чистых прудах водителю Ниссана было лень дойти до магазина, и он сел за руль. В пьяном виде вместе с супругой мужчина отправился в супермаркет. Там у него произошел конфликт с одним из покупателей, который в итоге позвонил в полицию. А что сподвило то, что присоединяется за управление? Я не кинул. То, что недалеко ехали? Да. А приехали это откуда? Молодцы, запомнили. Пешком у меня охота идти была. Для Дмитрия эта поездка в магазин стала, пожалуй, самой дорогой в жизни вместе со штрафом и эвакуацией. Это более 30 тысяч рублей. Также мужчине грозит лишение прав.